Мы начинаем с пятого слайда, потому что это не слайд, а глава. Я, к сожалению, не успел сделать слайды, поэтому я взял просто конспект с конским шрифтом и буду по нему вам рассказывать, но зато с цитаты кнута начинаем. Так, я хотел... Я не все записал в конспект, что хотел. Может быть, я тогда вам просто расскажу, нарисую пару алгоритмов прямо в конспекте. Так, ну да, вы знаете, как формулируется задача выполнимости. Я не буду уже ее формулировать, но я скажу, что это что-то очень-очень популярное на практике. То есть это может быть одна из самых популярных алгоритмических задач. Ну и вот одно из, не знаю, одно из пояснений этого я несколько написал в конспект. Значит, во-первых, ну какие факты есть? Не так давно вышел вот прямо учебник, посвященный... Учебник, ну там в нем тысяча страниц, посвященный отдельно этой задаче. Я там на него ставлю ссылку. В целом не так много есть алгоритмических задач. Не так много алгоритмических задач могут похвастаться тем, что для них есть учебники, посвященные отдельно им. Значит, во-вторых, ну вот в четвертом томе искусства программирования кнута у него есть вот такой раздел 7222. Это самый длинный раздел в этом. Ну и вот он так и пишет, что, говорит, так и оказалось, это самый длинный на сегодняшний день. Ну и причина в том, что это действительно SAT, это такая задача... Да, выполнимость по-английски пишется SAT, а сокращается часто как SAT. Вот, ну и вот он здесь говорит, что задача SAT, она действительно такая, ну не знаю, если дословно задача убийца, потому что к ней много очень чего сводится и очень удобно. Ну и сегодня мы с вами... Ну вы уже на самом деле порешали задачки на степике. Вы Ферзей и Судоко вы умеете решать. Я вам потом еще предложу какие-то задачки более хитрые в домашнем задании. И покажу, как Ферзей и Судоко можно было писать и как можно коротко записывать. Значит, этой же задачей посвящена ежегодная конференция, она там лет 30 уже проводится. Вот просто каждый год люди собираются в какой-нибудь стране и неделю обсуждают эту задачу. Ну, то есть прогресс по этой задаче. И соревнования так называемых SAT-солверов. И эти SAT-солверы, они как-то бесконечно эффективны с одной стороны на сегодняшний день. То есть там SAT-солверы решают формулы, в которых миллионы переменных. С одной стороны. С другой стороны, я вам сегодня покажу, как SAT-солвер можно испортить ему жизнь и как дать ему довольно простую формулу, которую он не сможет решить. Мы с вами такую запишем. Так, это я вот проговорил все, что здесь было написано. Но давайте напомню, что вот так вот обычно выглядит формула. Еще раз, вот это вот, это клоус. Ну, и это клоус. Вот это все клоусы. Про новые математические результаты. Да, спасибо, что сказали. Там есть ссылка. В целом, здесь ссылка на один. Но такой подход в последние годы вот прямо стал приносить результаты. Люди берут и доказывают новые теоремы с помощью SAT-солверов. Причем, что интересно, ну, то есть задача SAT, она, конечно, в своей сущности, она просто дискретная абсолютно. То есть, ну, вот найти какие-то нолики, единички. Но недавно какую-то дорешали, какую-то непрерывную задачу. Ну, в общем, там непрерывная задача сначала сводится к чему-то, говорится, что вот это утверждение верно. Я забыл формулировку, гипотеза кого? Келлера, кажется, она так называется. Что-то, по-моему, про упаковку пространства кубиками, что ли. И она в какой-то размерности, она оставалась нерешенной. Ну, и она такая, ну, какая-то непрерывная, не знаю, кажется, по своей сути. И сначала люди доказывают, что гипотеза верна, тогда и только тогда, вот в этом графе, когда в этом графе нет достаточно большой клики. Граф там получается, я не знаю, на тысячи, на десяти тысячах вершин. Как это проверять на компьютере, непонятно. Но эту задачу свели к SAT, и что-то там докручивали специально это сведение, и докручивали то, как работают SAT-солверы, и SAT-солверы доказали, что клики нет. Причем, когда вы доказываете, что, например, формула невыполнима, в целом у нас обычно нет коротких доказательств этого. Поэтому то доказательство, которое я SAT-солвер породил, оно, по-моему, там 200 терабайт занимает. То есть его, но его можно механически проверить, тем не менее, оно очень простое. То есть мы с вами про это поговорим еще тоже сегодня. То есть если, ну, мы чуть-чуть даже говорили, если формула выполнима, то у этого есть короткий сертификат. Если формула невыполнима, то непонятно, что именно считать с сертификатом. Но, тем не менее, мы скажем, то есть какой сертификат можно предъявить, ну и дальше поволнуемся там про то, бывают они короткими или нет. Ну да, сходите по этой ссылке, посмотрите. Ну там такие тоже философские рассуждения. Надо ли относиться к чему-то, что где-то лежит на диске и занимает 200 терабайт, как к математическому доказательству? Ну, видимо, почему бы и нет, если его легко проверить. То есть вы знаете, наверное, вот этот вот результат про раскраску планарных графов в четыре цвета. До сих пор не умеем это руками доказывать, только с помощью компьютеров. Но в целом математики верят в то, что это доказательство. Хоть и с помощью компьютеров. То есть сначала, когда его доказали с помощью компьютеров, было много скептицизма вроде бы, потому что, ну, вдруг в переборе ошибка, вдруг еще что-то, а вдруг компьютер неправильно себя повел. Но потом это же доказательство переписали так, что его можно проверить в некоторой формальной системе. Есть такая система КОК, которую я сам ни разу не пользовался, только слышал. Ну вот, вроде бы, доказательства записаны на этом. А у нас тут, как вы установите, а у нас по формальной верификации, да. Да, да. То есть, ну, сейчас, во-первых, в магистратуре планируется целый трек про это годовой, много всего. Значит, и, скорее всего, в спецкурсах тоже появится. Вот. Наверное, даже, ну, то есть периодически такой вот Антон Трунов, он читал такой курс, да. Там прямо что-то в КОКе доказывали. И формально верифицировали. В целом, SAT тоже используется для формальной верификации, но SAT, он такой более бедный в каком-то смысле язык. Так, ну вот, вы видели вот такую штуку, как с помощью модуля PICOSAT доказать, что вот эта формула невыполнима. Ну, то есть, во-первых, вот это показывает формат, в котором эта формула записывается. Ну, и видно, что просто это последовательность списков, последовательность массивов. Ну, и что еще тоже? И здесь два вызова. В общем, у PICOSAT-а у него есть ровно один, на самом деле, метод практически. Ну, на самом деле, там еще один есть, но неважно. Он, все, что он умеет, это просто решить формулу, и все. Это такая питоновская обертка solver, которая называется вот так вот, по-моему, PICOSAT. Вот, написан он там то ли на чистом C, то ли на C++, но неважно. А вот этот PICOSAT, ну, это просто, я не знаю, как это называется, биндинг, привязка, обертка. Что? Байндинг. Ну, по-русски, в смысле, я слышал, русские люди говорят биндинги или... Я так и не знаю, как это надо на русский переводить. Вот, вот здесь вот этот вызов говорит, что вся формула невыполнима, а вот здесь вот говорится, что если мы про последний клоуз забудем, то есть вот про этот, то первые четыре клоуза выполнимы. Ну, и это еще показывает, что вот как можно к этому всему относиться. Вот у вас есть четыре клоуза. Что значит их выполнить? Это значит, что вы в каждом клоузе пытаетесь отметить один из его литералов. Ну, вот, например, вот такой минус один, минус два, минус три, минус один. То есть я в каждом клоузе что-то выбрал, ну, и вот здесь вот мы сказали, как. Ну, и то есть у меня было одно ограничение. Мне нельзя выбирать одновременно два и минус два, например. Если я в каком-то клоузе выбрал два, то минус два нельзя. Ну, это... И я в этот момент, видите, задачу SAT описал в некотором смысле, не пользуясь вообще никакими логическими связками, там, конъюнкциями, дизюнкциями и тем, как они пишутся. Мы просто сказали, что, ну, вот, надо задеть каждый клоуз в некотором смысле. То, что каждый — это и, а то, что выбрать хотя бы один — это или. Да, да. То, что каждый — это и, действительно, а выбрать хотя бы один — это или. Действительно, да, все верно. При этом, ну, так, если посмотреть, в первом, по сути, мы выбрали все три, как бы, ну, нам это уже не важно, нам достаточно один выбрать. Да, это правильное сравнение абсолютно. Так, дальше вот что я пишу здесь, что вот Пикассат, которым, ну, и вы уже пользовались, у него есть вот метод Solve, есть на самом деле более богатая такая библиотека и недавняя, и она вот прямо сейчас развивается, вы там можете на гиптхабе посмотреть, у нее, ну, периодически какие-то коммиты случаются. Значит, в ней больше функциональность, в ней несколько солверов, во-первых, во-вторых, можно в одну строчку что-то записывать, какие-то хитрые ограничения, можно там тайм-лимит задавать солверу, еще что-то, какую-то статистику получать. Я вам покажу немножко, как этим пользоваться, и усь проблема с ним вот какая, значит, ее нет на степике. Я их попросил три месяца назад поставить, но они так и не поставили до сих пор. Ну, и у меня нету прямо такого рычага, поэтому для решения задач вам придется все-таки Пикассатом пользоваться, а Пайсатом можете для своих экспериментов попользоваться. Вот, ну, окей. Давайте про садсолверы. Теперь поговорим как раз-таки про ферзей и про судоку. Значит, что в задаче SAT полезно, что я хотел продемонстрировать, это вот здесь у меня подсвечено слово язык, то, что к SAT, ну, помните, то, что мы знаем, SAT — это в целом NP-полная задача, то есть SAT лежит в классе NP, вот если класс NP нарисовать, вот там где-то лежит SAT, и то, что она NP-полная, означает, что теоретически мы знаем, что все, что угодно к ней сводится. Любую задачу вы можете свести к SAT, и после этого, если у вас есть эффективный SAT-солвер, то решите. Но когда мы говорим «сводится», мы в целом не говорим про то, насколько удобно это делать. Ну, вот оказывается, к SAT сводиться, ну, в целом достаточно удобно. И вот мы хотим сейчас это с вами на это посмотреть. Ну, давайте. Да, что здесь еще… Еще одно слово подсвечено, что тот код, который мы сейчас напишем, он будет в таком, в так называемом декларативном стиле. То есть мы для решения задач просто объясним компьютеру, а что же именно мы ожидаем от решения. И ничего не скажем про то, как… В смысле, как искать это решение. То есть вы говорите SAT-солверу «Хочу, чтобы на моей доске N на N стояла N ферзей, и хочу, чтобы они не били друг друга». Это означает, что никакие два не стоят в одном столбце, в одной строке и в одной диагонали. И все. SAT-солвер говорит «Хорошо, сейчас поищем». И находит, на самом деле, мгновенно. То есть там он на доске 100 на 100, он может расставить… Ну, то есть вы дольше будете эти ограничения записывать, чем он будет искать. Что поразительно в целом немножко, потому что, когда мы для доски N равное там… Для доски 100 на 100 запишем, у нас получится, ну, 100 в квадрате переменных. То есть 10 в четвертой переменных. Потенциально, если бы SAT-солвер просто перебирал все пространство поиска, он вот такое бы время потратил. Два в степени 10 в четвертой. Это что-то настолько неподъемное, что, ну, что никаких шансов нет никогда дождаться. Но SAT-солверы, они хитрые. Внутри них используются хитрые юристики. Я про это чуть-чуть поговорю. Мы не будем прямо в код залезать, но я скажу, на каких именно идеях основаны. Ну, так или иначе, да, давайте запишем. И на самом деле из вас, может быть, даже больше половины это уже сделали, но давайте все равно пройдемся. Давайте у нас будут такие булевопеременные. Вот для всех IG от 0 до N, ну, я сразу в таком программистском стиле пишу, у нас будет переменная XG, которая будет отвечать за то, что мы в клетку IG ставим ферзя. Теперь нам надо… Это наши переменные, их N в квадрате. Теперь мы записываем ограничения. Первое ограничение говорит, что в каждой строчке, то есть в этой строчке, стоит хотя бы один ферзь. Ну, пишем такой большой ОР просто. О, да, да, вы правы. Спасибо. Я в одном месте поменял. В одном… А, здесь да, N-1, ага. Я просто… Да, спасибо. После того, как мы это записали, на самом деле у нас уже будет ограничение, что у нас хотя бы N ферзей есть на доске. Теперь мы запишем, что в каждой… что в этой строке для каждого И стоит не более одного ферзя. Ну вот, и дальше… Уже в этот момент, в принципе, есть как бы вопросы… Ну, есть некоторая свобода, как это записывать. Ну, один из способов, это вы перебираете просто все различные позиции G1, G2 и записываете такой 2-клосс. Говорите, что если… Ну, то есть на картинке это выглядит так. Вот вы зафиксировали строчку И, вот она, и вы зафиксировали какие-то две вот этот и вот этот столбцы G1 и G2. И вы говорите, ну, нельзя, чтобы и там, и там стояла единичка. Ну, и вот этот клосс ровно это и запрещает. Вот. Ну, и после того, как вы это записали, получается, что на доске будет не более чем N ферзей. То есть вместе с предыдущим даже уже из этого следует, что на доске будет ровно N ферзей. Правильно? Дальше вы теперь можете сказать, что в G2 столбце тоже стоит не более одного ферзя. И здесь я, смотрите, опять пишу много таких вот 2-клоссов. То есть я зафиксировал значение столбца, а дальше пробегаюсь по всем и 1, и 2 и пишу вот такие вот клоссы. В целом можно было бы просто сказать, что в каждом столбце стоит хотя бы 1 ферз. И из этого уже бы следовало, что в каждом столбце стоит ровно 1 ферз. Но вот правда жизни в том, что записать такие 2 клоссы, если вы напихаете таких 2 клоссов, вы жизнь с отсолвера сделаете проще. С отсолвера любят 2 клоссы. Частично это объясняется тем, что задача 2 выполнимости, она очень простая. То есть если в каждом клоссе у вас всего 2 литерала или не более 2, то это можно решить быстро. Ну, а еще одна причина, ну вот примерно такая, что вот видит с отсолвер вот такой вот клосс. Он ведь там что-то пытается каким-то переменным присваивать. Этот клосс, он получается выглядит... В смысле, он что говорит? Что вот у вас есть джитый столбец, и у вас есть вот и первая строчка, и вторая. И он говорит, что нельзя вот сюда единичку ставить одновременно и вот сюда. С отсолвер, конечно, этого физического смысла всего не понимает, который живет у вас в голове на самом деле. Он видит, что есть какие-то переменные, иксы, джитые. И вот этот клосс, он позволяет вот что сделать. Что если с отсолвер взял и решил, ну попробую-ка я вот этой конкретной переменной присвоить значение 1, он из этого сразу видит, что вот этот литерал, он значение 0 получил. И вот этот весь клосс преобразовался в клосс длины 1. И он из этого сразу же, мгновенно, ну ровно так и работает, правда, на практике, делает вывод, что вот этой переменной надо присвоить значение 0. Если вы таких много два клоссов напишите, то вы ему просто скажете, что как только ты что-то в столбец поставил, одну единичку, во все остальные места поставь, пожалуйста, сразу нули. И в строчке то же самое. Поэтому вот такие два клоссы помогают. Поэтому, несмотря на то, что в принципе можно было их не писать, написать их полезно бывает. Это вам при решении домашек может помочь в каких-нибудь местах. Так, окей. Ну и дальше вы хотите сказать, что на одной диагонали нельзя стоять. с двум ферзям. Ну то же самое. То есть вы, у меня в коде там просто сделаны, ну в смысле даже слишком, наверное, дубово. Вы просто перебираете все пары клеток, и если эти две клетки стоят на одной диагонали, ну и проверяется это так, что смещение там по горизонтали, это равно смещению по вертикали, то мы добавляем такой дизъюнкт. Окей. Ну давайте, давайте на код посмотрим. Вот код. Ну что там мы там какие-то библиотеки подгрузили. Дальше вот n равно 10, но это вы можете потом взять и докрутить там до 50, до 100, ну то есть посмотреть. Вот создали множество клозов. Дальше есть у меня тут вспомогательная функция, которая, помните, у меня переменный x и g, а с отсолвера вообще-то принимает на вход переменные, пронумерованные последовательно. Ну вот здесь конвертер некоторый написан, который пару и g преобразовывает в уникальное число. Ну и так, если на это посмотреть, то мы считаем, что просто и g это число, ну как будто бы это число с двумя разрядами в n-ичной системе исчисления. Ну и возвращаем что-то такое, ну еще на единичку тут сдвигаем, чтобы нулевой переменной не было. Окей? Получается просто, чтобы все и g пронумеровали числами, все пары и g пронумеровали числами от 1 до n в квадрате. В целом, этим можно было бы и не заниматься, я вам потом покажу, как этим не заниматься. То есть можно было бы, например, просто запихивать все пары и g в какую, ну не знаю, в хэш-таблицу, она бы все время проверяла. Если пары и g уже есть, то присваиваем очередной номер ей. Если нету, ой, если уже есть, то просто достаем номер, если нету, то присваиваем номер. То есть это такой технический момент, ну без которого можно было бы, я говорю, обойтись, но здесь напишем, ладно, окей. Так, ну дальше пишем, что в каждой строке стоит хотя бы один ферзь. То есть пробегаем по всем строкам и добавляем вот такой вот close. То есть это просто, ну вот close, он задается вот этими вот рамками, да. И в нем у нас все переменные, где, ну вот, g бегает, где g пробегает столбец. Дальше вы говорите, это мы записали первое условие, что в каждой строке стоит хотя бы один ферзь. Второе условие, что в каждой строке не более одного ферзя. Опять-таки вот строка пробегает, дальше все варианты для пар столбцов. Ну и за это отвечает вот метод combination, очень удобный. И мы запихиваем туда такой вот два close с отрицаниями. Окей. Третье, то же самое, что в каждой столбце стоит не больше одного ферзя. Ну то же самое, только и g поменялись местами. Ну и наконец, вот последнее условие, что в одной диагонали не стоит два. Ну перебирайте, опять-таки просто бежим и перебираем все четверки. И 1, g1, и 2, g2. Вот я банально, product, он перебирает, ну это просто как вложенные четыре цикла. Дальше, если они стоят там в одной строчке, то пропускаем, в смысле, этот вариант. Если они стоят таки на одной диагонали, то добавляем соответствующий close. Окей. Ну и все, после этого вы запускаете метод solve, он вам выдает какой-то набор значений переменным. Ну я здесь так, пользуюсь знанием того, что на самом деле для n ферзей всегда есть решение. Ну если n больше либо равно четырем, то расставить ферзей можно. То есть в целом эту задачу не обязательно было решать с помощью садсолвера, как мы с вами обсуждали уже, но это тем не менее такая хорошая тестовая задача. Ну и дальше вы просто, не знаю, печатаете в каких местах их надо расставить. Ну вот попробуйте потом. То есть при n равном 50 уже прямо вот этот код будет нормально работать. При n равном сотне скажите, почему этот код на самом деле не сработает. Да, ну вот здесь тяжело станет нашему питоновскому методу при n равном сотне, потому что эта штука работает за o от n в четвертой. И при этом, ну если чуть аккуратнее написать это за o от n в кубе, в смысле там встать в клеточку и посмотреть на каких она диагоналях лежит, тогда, ну тогда и для n равного сотне отработает. Ну так или иначе здесь, я не знаю, я не заберял, но я почти уверен, что вот здесь мы пишем эти клозы дольше, чем потом садсолвер их решает. Тем более, что мы пишем их на питоне, а садсолвер решает это там на си. Вот здесь вот, там выполняющий набор, помните, это тоже набор литералов. А давайте покажу выше. Да, да. Вот смотрите, пример выполняющего набора, который выдал вот здесь вот, он вот такой. В целом, то, что здесь нам садсолвер сказал, что надо x1 присвоить значение 0, x2 0 и x3 0. То есть когда я там проверяю, больше нуля или нет, я спрашиваю, присвоил он соответствующие переменные значения 1 или нет. Если он выдал ее с минусом, значит, он ей 0 присвоил. Ну, ой. Такое соглашение. Да, вот же ж. Кстати, прикольно, он не показал, не вывел на экран мой мегапароль. Так, давайте судоку теперь, и я попробую чуть-чуть быстрее это сделать. Переменные, опять банальные, значит, для всех igk у нас будет переменная xigk, которая говорит, что в клеточку ig ставим цифру k. Вот. Тысяча переменных примерно у нас будет. Ну, на самом деле 9 в кубе, но ладно. Здесь мне понадобится вот такой вот метод. Мне будет удобно, мне полезно будет записывать, что если мне дано некоторое множество литералов, то равен единичке, среди них ровно 1. Я хочу... У меня будет для этого вспомогательный метод написан, собственный, который по данному множеству литералов вот такие клозы запишет. На самом деле, ну, мы это с вами делали уже, получается, с ферзями. Сначала мы запишем вот такой вот клоз. Это означает, что хотя бы один из них, на самом деле, ну, то есть можно сказать вот так вот, что если к ним отнестись как к битикам, то этот клоз говорит, что их сумма больше либо равна единице. А дальше вы запишете, что никакие два из них одновременно не равны единице. Ну, и это то же самое, что записать вот такую вот сумму. Вот такое неравенство, правильно? Окей. Из этого всего следует, что ровно одно равно. Вот, ну, давайте смотреть, что здесь происходит. Это опять наш конвертер, который берет на вход EGK, ну, который я там для удобства все-таки пишу row column and digit, чтобы был физический смысл, чтобы мы помнили. Ну, и выдает вот такую вот штуку. То есть по каждой тройке чисел выдаем уникальный идентификатор. Дальше вспомогательный метод, которому если на вход дать множество литералов, то он запишет клозы, которые говорят, что ровно один из этих литералов значение 1 имеет. Мы это так и сделаем. Сначала запишем большой OR в это множество клозов, а потом все пары переберем, ну, и запишем такой вот как бы 2-клоз. Окей. Заметьте, что то, что я сейчас делаю, я буду solver объяснять условия sudoku, но у меня пока нет никакого даже входа, как бы так скажем. Я просто скажу, что, ну, что для sudoku нужно? Нужно, чтобы в каждой клетке стояла ровно одна цифра. То есть пока что sudsolver этого еще не знает. Sudsolver мог бы и сказать, что, например, x235 равен 1 и x237 равен 1. Что означало бы, что он попытается в клетку 2-3 поставить и пятерку, и семерку. Ну, давайте ему просто скажем, чтобы он таким не занимался. Вот мы переберем просто все клетки row column и скажем, что, ну, и в множество клозов добавим вот клозы, которые выдает этот наш метод, exactly one off, в котором просто засунули, ну, вот все возможные переменные, которые можно поставить туда. Вот digit у нас пробегает здесь значение от 1 до 9. Вот, то есть сказали, что можно в каждую клетку лепить ровно одну цифру. Дальше скажем, что в каждой строке каждая цифра должна встречаться ровно один раз. Ну, вот опять зафиксировали строку, зафиксировали цифру. Ну, а дальше колонка у нас пробегает здесь. Все записали. Дальше то же самое сказали, что в каждом столбце каждая цифра тоже встречается ровно один раз. Ну, и последнее — это то, что в каждом блоке 3 на 3 тоже там каждая цифра встречается один раз. Ну, здесь это делается так. Вот у нас есть наша доска. Вот давайте считать, ну, я не знаю, отсюда она. Вот это первая строчка, четвертая, седьмая. Это там первый столбец, четвертый, седьмой. В смысле, это вот уже блоки подсвечены. Вот я могу так их жирненько нарисовать, а здесь как будто еще такие проходят. Вот. Ну, и мы, у нас просто пробегают вот эти вот первое, четвертое, седьмое значения. Ну, и видно, что мы здесь, в общем, сдвигаемся на тройку все время. То есть мы, ну, просто, в общем, в этом цикле генерируются все переменные вот для этого блока, для этого блока и так далее. Ну, все, все записали. Это пока вспомогательные методы были, которые просто объясняют соцолвера условия судоку. Вот ничего другого. И, значит, да, и вот только теперь пошел на самом деле метод, который будет решать конкретный пазл. Ему на вход дали какой-то пазл, он там, давай, ну, какие-то проверки сделал, потом записал некоторые начальные условия, а потом по конкретному пазлу он пошел и занимается вот чем. Он смотрит, ну, тут вот у меня еще какие-то сдвиги на единичку, к сожалению, есть, потому что, ну, в судоку все-таки у нас числа от 1 до 9, а не от 0 до 8. Ну, и он смотрит, что просто если в соответствующем месте пазла не стоит звездочка, то он добавляет, а там стоит какой-то вот, ну, какая-то цифра digit, то он в множество клозов добавляет, ну, просто один клоз, в котором, в котором говорится, что вот эта переменная должна равняться, ну, вот конкретно, должна равняться единице. Дальше мы запускаем, запускаем пикассат, ну, и дальше тут вот что. Значит, пикассат, вот этот solution, когда выдает, он выдает либо выполняющий набор, либо он еще может выдать строку unsat. Поскольку для судоку я уже не так уверен, что у нас будут только выполнимые судоку, то я здесь проверяю. Если solution получился типа string, то мы говорим, что все, а почему-то no reply написано. Не знаю, no solution должно быть. Что? Минус один кто? По условиям надо было вывести минус один, в вашей задачной аспекте. А, ну, да, это не решение этой задачи, в смысле, это просто какой-то код, который я не помню. Но reply, потому что пикассат слишком долго решал и… Нет, 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 на самом деле я не знаю ни одного судоку, ни одной головоломки, которую бы пикассат долго решал. Попробуйте найти хоть одну. Правда, ну, вот он решает мгновенно, вот прям нажимаешь на… Можно судоку NN попробовать, но это тоже надо еще, вам надо будет подобрать. Так, если вы сделаете пустой, то он мгновенно найдет решение, если вы будете какие-то заполнять. То есть, как сделать жизнь садсолвера трудной в судоку, я не знаю, я не очень пытался, да, можно попробовать 100 на 100 сделать. Тогда будет очень много решений, тогда садсолвера будет легко найти. Но попробуйте, это просто интересно, на самом деле. Ну, вот вы сможете его заставить задуматься или нет? Миллион на миллион, да, он слишком много переменных действительно создаст. Ну, это такое немножечко. Тем более, он миллион в кубе действительно переменных заведет. Так или иначе, вот этот, на самом деле, пазл, который здесь написан, он… Ну, я его нагуглил как, там, самый трудный пазл для людей, по крайней мере. То есть, можете руками попробовать его порешать. Ну, он у меня где-то в примерах уже был, по-моему. Садсолверу вообще никаких проблем не составляет его решить. Ну, и вы можете еще что-то здесь, конечно, взять какую-нибудь двоечку, там, на единичку заменить. Садсолвер вам мгновенно скажет, что получилось невыполнимо. Ну, скорее всего, если действительно. Или можете единичку не заменять, а куда-то что-то дописать. Ну, вот там, здесь. Я, при этом, на самом деле, кстати, интересный вопрос, который пару раз мне в голову приходил, но я так и не разобрался. Как именно они гарантируют, что у этого пазла ровно одно решение? Я не знаю, если честно. Может быть, садсолвером… Действительно, садсолвером можно проверить. То есть, когда вы получили какое-то решение, вы можете его запретить, добавив просто один огромный клоус. Да, да, да. А, вы посмотрели в этот, да? У Пикассата, действительно, есть такой еще итеративный, который даже из коробки это делает. То есть, можно просить его выплевывать с набора один за другим, но они там пишут, что надо аккуратно этим пользоваться, потому что, вообще-то, наборов может быть экспоненциально много, и вы не дождетесь никогда. Но, в целом, интересно. Ну, вряд ли все эти газеты, которые печатают судоку, они там садсолвера запускают еще что-то. Какие-то садсолверы, где-то, я бы не писть не так. Ну, наверное, да. Ну, в целом, вроде, садсолвера для судоку решить, ну, можно обычным таким методом ветвей и границ, вроде обычно все сходится. Так. Ну, хорошо, это мы с вами показали. Еще коды я вам потом покажу. Давайте, значит, вот слово «евристики» появилось. Это новый раздел. Евристика в этом контексте означает вот что. Что то, что живет внутри садсолверов – это евристики. Вот в каком смысле. Это алгоритмы, которые на практике хорошо работают, но мы не понимаем, почему они хорошо работают. Мы не умеем доказывать. Обычно именно это евристиками и называют. То есть, например, мы вообще-то не знаем, можно ли сад решить за время 1.99 в n, где n – это число переменных. Три сад можно, да. Я, может быть, сегодня даже расскажу, если успею. То есть, я много даже знаю алгоритмов для этой задачи, но вот есть два, которые можно прямо рассказать. И ничего для них знать не надо. Значит, есть при этом два, ну, вот так называемых полиномиально разрешимых частных случаев. Ну, и есть какие-то еще более экзотические. Ну, вот два самых таких стандартных такие. Во-первых, если в каждом клозе содержится не более чем два литерала, то можно решить это за полиномиальное время, ну, и даже за линейное. И, ну, опять же, вот здесь, например, я знаю три способа это сделать. И вам это в задачах предложат сделать. И на курсе алгоритмов вы обязательно такое пройдете. То есть, классический способ – это там построить некоторый граф такой и дальше сказать, что… и в нем посмотреть на компоненты сильной связности, что в них лежит. Но есть и другие способы. Есть тут вероятностный алгоритм такой, основанный на локальном поиске. Есть обычное самое расщепление. И есть еще задача хорновской выполнимости. Это такой частный случай, когда у вас в каждом клозе содержится не более одного положительного литерала. То есть, максимум один. Оказывается, что тогда тоже это можно решить. И тоже мы вам предложим это придумать. И там это делается жадным алгоритмом. Ну, если постараться, то сделается за линейное время. Вот. Есть какие-то другие. То есть, на всякий случай, то, что задача трудная, ну, вот задача SAT, например, не означает, что она на всех входах трудная. То есть, какие-то входы бывают частные случаи, на которых можно решать быстро. Ну, вот здесь такие довольно широкие классы описаны. Давайте скажу два основных... Две основные эвристики. Значит, первая, ну, это там перебор с возвратом. Он еще известен там иногда как метод ветвей и границ или расщепление, или еще как-нибудь. Ну, то есть, вы запускаете такую рекурсию. Ну, давайте, может, на картинке даже покажу, а потом к локальному поиску вернусь. Вот это и есть перебор с возвратом. Вот у вас... Вы получили на вход формулу. И вы начинаете строить это... То есть, дерево, которое здесь построилось, ну, его надо было бы разворачивать. Если бы я на слайдах делал, я бы его постепенно разворачивал. Вы говорите, ну, попробуем в x1 присвоить значение 1. То есть, пойдем в эту ветку. После того, как вы это сделали, ну, смотрите, что произошло. Вот этот клоуз, он просто выполнился у вас. Потому что в x1 вы присвоили 1. С другой стороны, вот из этого клоуза, тут, видите, тут был минус 1, поэтому он пропал. Поэтому вот получился такой клоуз. Вот этот клоуз просто остался. Вот из этого клоуза тоже минус 1 пропал. Осталась только тройка. А этот клоуз тоже выполнился. То есть, каждый раз, когда вы присвоили какое-то значение, вы какие-то клоузы выполняете, а из каких-то клоузов вы просто удаляете то, что там выполнилось. В принципе, уже в этот момент можно было посмотреть вот сюда, и сказать, ну, вот у нас же теперь есть так называемый единичный клоуз, в котором тройка. Понятно, что тройке надо значение истины присваивать уже. Но мы здесь как бы ничем таким не занимаемся и продолжаем. Говорим, ну, попробуем сходить в ветку минус 3. Тогда вот этот клоуз выполнится, этот выполнится, а вот этот станет пустым. И это значит, что формула невыполнима. Ну, и в этот момент все, вы пришли в невыполнимую формулу, вы говорите, ну, окей, откатываюсь. Ну, откатываюсь, это вы даже реально-то не откатываетесь, у вас просто два рекурсивных вызова вы делаете. Если первый не привел к успеху, то делаете второй. Вы пошли сюда, подставили тройку, этот клоуз выполнился, отсюда пропала минус тройка, осталось минус 2,2, ну, и чтобы вы не присваивали, уже не получится ничего. Когда как, на самом деле, зависит. То есть, если действительно клоузы длинные, ну, они ведь могут при этом все там как-то удаляться. Так или иначе, это основная идея, на которой основаны садсолверы. То есть, например, Пикассат. Вот ровно это в нем и происходит. С той лишь добавкой, что он еще много чего дополнительного хитрого делает. Ну, то есть, например, он вот эту тройку, он, ну, не будет он вот это и это делать. Он сразу поймет, что надо в нее константу подставить. Он еще разные, у него хитрые структуры данных, чтобы быстро до всего достучаться. И плюс еще он там хранит некоторый такой граф импликаций. И иногда он прямо из какой-нибудь ветки может откатиться там не на шаг назад, а очень сильно назад. И есть там еще такая эвристика запоминания клоузов. То есть, когда вы поняли, что какой-то набор значений приводит к конфликту, то как бы соответствующий клоуз добавляется в исходную формулу. Ну, это в целом это такая, это целая наука как бы. То есть, по-моему, в этом семестре опять-таки читается или будет читаться курс по садсолверам. Вот здесь, который будет там такой иностранец Марк Винилс будет его читать, который недавно устроился на факультет работать. Ну, то есть, про это действительно можно было бы рассказывать. То есть, там много про что, про алгоритмы, про код, про эффективную реализацию всего этого. Ну, так или иначе, это перебор с возвратом. А вторая вещь есть, это еще локальный поиск. Локальный поиск, он вот, вот чем занимается. Вот можно взять и присвоить всем переменным какие-то значения. И посмотреть, выполнились все клоузы или нет. Если вдруг выполнились, то все хорошо, мы сразу остановились. А если не выполнились, ну, значит, есть какой-то невыполненный клоуз. И, значит, в этом клоузе нарушены все переменные. Ну, давайте одну переменную возьмем и изменим ее значение. Тогда этот клоуз выполнится. Ну, сломается какой-то другой, наверное. Соответственно, то есть, у вас вот есть набор значений переменных, и вы такими локальными улучшениями пытаетесь его чинить. Ну, вот такой локальный поиск, он для оптимизационных задач на практике иногда хорошо работает. Там есть такой метод отжига, это его модификация, и вот это вот все. Здесь тоже работает иногда. Но у локального поиска есть такая проблема. Он не умеет доказывать невыполнимость почти никогда. То есть он, ну, как локальный поиск, он тоже находит вам локальный минимум, а не глобальный, так и здесь. Локальный поиск, соответственно, вот те солвери, которые основаны на локальном поиске, они часто называются неполными. Они, если нашли выполняющий набор, они говорят, они радостно говорят, вот выполняющий набор, вот я искал, искал и нашел. А если не нашли, то они обычно говорят, ну, я не знаю, я поискал что-то, ну, может, мне не повезло, а может, нету. Окей? То есть бывает и для, на соревнованиях для таких солверов, для неполных солверов отдельная категория есть. Так. На каких-то, там тяжело сказать. То есть есть, там бенчмарок или вот этих формул, их тоже много разных есть. Они есть, есть случайные, есть специально руками построенные сложные, и есть из самых разных областей, там, практики, там, составление расписаний, там, вот это вот все. И каждый год, ну, в целом, какие-то солверы на каких-то себя лучше показывают. Ну, и там началось уже такое, что есть гибридные солверы, которые сначала смотрят на формулу, а потом думают, какой солвер запускать, и недавно их запретили на сад соревнованиях. Есть машинное обучение, которое пытается сначала, ну, которое заставили обучиться на многих, на многих формулах, чтобы оно поняло, чем там заниматься и так далее. То есть, это все такое живое очень комьюнити, которое там развивается. И когда я на это внимательно смотрел, по-моему, солверы, основанные на локальном поиске, бывали хороши на каких-то конкретных бенчмарках, но обычно все время выигрывают все-таки те, которые на расщеплении основаны. Чаще. Я мог отстать от жизни, но... Так, про формальную верификацию системы доказательств. Ну вот, формальные верификации садсолвера используются так. Вы берете и говорите. Ну вот, вы видели, что разные там утверждения, что типа у этой судоку есть решение, или на доску можно расставить анферзей. Их можно кодировать в качестве сада каким-нибудь образом. На самом деле так все подряд можно кодировать. Вы можете описать состояние вашей системы, причем система — это может быть, ну, что-то вообще непонятно. Это может быть программа, а может быть железо, а может быть, ну, блок управления чем-нибудь, не знаю, лифтом, микроволновкой или еще что-нибудь таким. И вы говорите, я хочу убедиться, что... И у меня есть какой-то набор переходов, что вот если случилось то, то вот происходит это, а если это, то вот это. Вы эти все переходы кодируете как сад. И дальше вы хотите доказать, что ваш набор переходов нонкорректен в какой-нибудь смысле. Он не заведет вашу систему в запрещенное состояние. И вы такую формулу можете просто скормить садсолверу. Если садсолвер докажет, что она невыполнима, значит, действительно, ваша система не может войти в запрещенное состояние. Хороший вопрос. Да должно быть, конечно, я просто не знаю ключевых слов. То есть, понятно, что люди... То есть, действительно, в жизни чаще гораздо, что мы понимаем, что, ну, вот у нас есть какие-то вероятности переходов куда-то, и мы хотим что-нибудь про это понимать. То есть, мир, он... Ну, в общем, не знаю, к сожалению. То есть, это естественное, действительно, желание такое иметь. Оно должно быть где-то. Я просто сам никогда такого не делал и не читал про такое. Но уверен, что что-то подобное есть. Ну, так или иначе, вот представим, что... Да, вот чем я конкретно занимался, это вот чем-то таким. Вот представьте, что есть там процессор, и он должен что-то вычислять. То есть, процессор — это булевая схема, и мы прямо на следующей лекции узнаем, что это за булевая схема. И эти процессоры... Ну, они что-то делают. Там, перемножают числа, складывают. И, конечно, вы хотите, чтобы они поменьше места занимали, чтобы они побыстрее делали, чтобы в них поменьше функциональных элементов или гейтов использовалось. Ну, и вот представьте, что вы инженер в Интеле, и вы... Вам дали задание, вот есть схема, которая перемножает числа там из 256 бит, и вам говорят, ну, давай, придумай, как ее уменьшить. Вы придумываете. И говорите, вот схема, в ней там на 10 гейтов меньше. Она делает это быстрее, и она делает то же самое. Как теперь проверить, что она действительно там перемножает 256-битные числа, так же, как и это? Можно было бы перебор запустить и сказать для всех входов вот отсюда, но входов здесь 512 битов, то есть 2 в 512-й вы не переберете. Поэтому то, что вы делаете, вы делаете такое. Вы берете одну схему, берете вторую, и пишете вот что, что существуют такие иксы, при которых эти две схемы выдадут разные. После этого... Ну, у вас тоже получилась схема. Я вам покажу, как это записывается потом для схем. Это очень просто, потому что схема — это по-прежнему какие-то булевые такие объекты. И дальше вы это засовываете в SatSolver. Если SatSolver вам доказал, что эта штука невыполнима, что не бывает так, что там на выходе получилось разное, то вы доказали, что две схемы делают одно и то же, не перебрав все входы. Но хорошо, представим, что SatSolver вот здесь вот... Представим, что SatSolver сказал, что формула невыполнима. Формула невыполнима. Что тогда можно считать доказательством невыполнимости? То есть вы хотите сейчас пойти к начальнику и сказать, вот мне SatSolver доказал, что формула невыполнима. И начальник вас спрашивает, а ты почему так уверен? И что вы этот момент ему можете дать? Ну вот оказывается, что мы не понимаем, что можно дать. То есть мы... Все, что мы на сегодняшний день умеем, это что-то вот записать такое, что может там 200 терабайт занимать. Но... И это тоже объект исследований, так называемой вот области теории о сложности доказательств. Это как раз... Ну, оно будет огромным, да. Оно те же 200 терабайты будет занимать. А поскольку SatSolver еще и хитрые, и много всяких упрощений делают. Ну, а вдруг где-то... Ну, это ведь кто-то программировал все это. Кстати, на соревнованиях SatSolver, которые выигрывают, они там периодически написаны там студентами, аспирантами. Ну вот сидел студент, ночью писал что-то там, отвлекся, написал немножко неправильно, и в одном месте что-то неправильно упростилось. И вы говорите вашему начальнику, что вот, ну, вот тебе 200 терабайт, сиди, проверяй каждую строчку. Не исключено, что там где-то есть ошибка. Ну, то есть не очень надежно звучит, да? Ну, сертификат выполнимости все-таки можно написать реально три строчки на питоне примерно, которые проверят сертификат выполнимости. Потому что это выполняющий набор, ну, и вам реально надо проверить, что просто каждый клосс задет. А вот что такое сертификат выполнимости? Ну, непонятно. Я вам сейчас расскажу одну базовую совершенно вещь того, как можно доказывать, что формула невыполнима. Ну, и этим занимается, как я уже сказал, теория сложности доказательств. И то, что они изучают, основной объект изучения — это системы доказательств, так называемые, вот здесь написано. И там говорится вот что, что вы берете вашу формулу в KNO, F на вход, и у вас есть сколько-то клозов. А дальше из двух клозов вы можете вывести новый клоз. И есть ровно одно правило. Если у вас есть вот такой клоз и вот такой клоз, здесь буквой L обозначен какой-то литерал, а буквами A и B обозначены множество литералов. Вы говорите, что если есть клоз A или L и B или не L, то из них можно вывести вот такой вот клоз A или B. Это называется, мы вывели по правилу резолюции, абсолютно механическое правило. Какой у него физический смысл? Он говорит, что если у вас есть выполняющий набор, который вот выполняет A или L и B или не L, то он на самом деле обязан выполнять A или B. Ну почему? Потому что выполняющий набор, он ведь не может выполнять одновременно и L и не L. Правильно? Один из этих литералов, ну он обязательно будет. И если, допустим, L не выполнен, ну то что-то из A выполнено. Если не L не выполнен, то что-то из B выполнено. Так или иначе, A или B будет выполнено. Ну вот я сейчас пример приведу. Вот это пример такой вывода в системе, в резолюционной системе доказательств вот той нашей формулы. Ее сейчас не видно, к сожалению, на слайде, она там где-то осталась выше, но тем не менее. Вот вы взяли два клоза исходных. Ну сейчас вам придется мне поверить, что это действительно клозы были в исходной формуле, но с другой стороны мне как бы и незачем вас обманывать, правильно, с этим? Вы вот взяли и резольвируете по единичке. Получилось, вот мы как бы слили минус 2 и минус 3 и минус 2, но минус 2 два раза встречалось, ну и хорошо. Получился клоз минус 2, минус 3. Теперь мы, этот клоз мы вывели, он теперь у нас есть, мы вот им пользуемся. И мы, да, и может быть зря такую стрелочку нарисовал, не знаю, может надо было другую, но неважно. Это как бы вывод. Часто даже, на самом деле, когда изучают систему доказательств, вот люди из этого комьюнити, они бы так написали правила резолюции, они любят вот так вот записывать. Вот есть такой клоз, есть вот, прошу прощения, есть вот такой клоз. Дальше, чтобы как бы показать, что именно вывод произошел, они вот так вот пишут. Я как-то зачем-то упрощал вот в таком виде все, но тем не менее. То есть вот этот вот, это не совсем логическое следствие, ну то есть или надо было бы объяснять, что это. Это вот давайте считать, что это вывод как бы здесь означает. Ну вот вывели такой клоз. Дальше взяли этот самый клоз и взяли еще один клоз исходной формулы, вывели минус 3. Ну дальше взяли вот теперь минус 3, а еще исходно был вот такой вот клоз. Из этого всего вывели минус 1. Ну и так далее. В общем, что-то делаем, делаем, делаем. Вот здесь вывели минус 1, здесь вывели 1, из них 2 выводится пустой клоз. И все. И тем самым мы на самом деле доказали, что формула невыполнима. Потому что мы доказывали, что если уж есть выполняющий набор, который выполняет это и это, то он выполняет и это. Раз есть выполняющий набор, который выполняет это и это, то он и это выполняет. Итого мы пришли, что если есть выполняющий набор, то он выполняет пустой клосс. Но пустой клосс не выполнить никак. И на самом деле, вот тоже в целом несложный факт, но который все равно надо осознавать, я тут доказывать не буду, он вот какой. Что все садсолверы, которые основаны на переборе с возвратом, в них там используются хитрые какие-то правила упрощения, но на самом деле, вот вы предлагали дерево использовать как лог работы алгоритма, в действительности по этому дереву почти всегда можно построить резолюционное доказательство. И в мире садсолверов так даже и делали. То есть они просили, чтобы резолюционное доказательство невыполнимости строилось, но потом с этим дальше трудно работать. Ну потому что когда вам породилось вот эти 200 терабайт, ну как-то их даже проверять долго. Это очень-очень проверенная программа, которая сидит от системы доказательств и все. Ну садсолверу вы не доверяете, а резолюционные и все. Да-да-да, ну в смысле, сейчас просто есть довольно легко даже написать формулу, у которой любое доказательство, которое садсолвер может породить, оно будет очень длинное. И вы его можете проверять, но все равно все затягивается. То есть вы обычно хотите, чтобы что-то за минуту работало. Ну на самом деле вы обычно хотите, чтобы все работало за долю секунды. То есть если вы в гугле что-то пишете и оно работает 2 секунды, ну это же сразу как бы вымораживает все абсолютно и бесит. И думаешь, да кто же там сидит-то, это пишет вообще все. И если запускать и ждать, пока там оно будет несколько лет генерировать это доказательство, а потом что-то будет проверять, ну как-то там вся мотивация пропадет. Это можно механически проверять, но так или иначе, вот что я еще хотел сказать, что здесь важно, что если садсолвер, основанный на переборе с возвратом, поработал и доказал, что формула невыполнима, ну вот можно взять его лог, и можно по этому логу даже взять и построить резолюционное доказательство невыполнимости этой формулы. Я этого не доказал еще раз, но давайте поверим, что это можно сделать. С другой стороны, математики умеют доказывать, что есть формулы, у которых любое резолюционное доказательство длинное. И из этого это сразу означает, ну длинное это там экспоненциально длинное, и это означает, что садсолверы на таких формулах работать будут очень медленно. И это ровно то, что действительно и происходит. И что здорово, что мы с вами в целом эти, ну мы как бы знаем уже принцип, на котором основаны эти формулы, это принцип дирехле. То есть это что-то очень простое. Ну и вот записывается это так. Мы прямо сейчас, я покажу, как садсолверу жизнь испортить. Забегая вперед, испортить вот как можно. Можно попросить садсолвера запихать 20 голубей в 19 дырок, 20 кроликов в 19 дырок, так, чтобы в каждой дырке сидело не более одного кролика. Садсолвер не справится, даже за час. Вот факт печальный. Как именно мы это запишем в KNF? Ну опять вот давайте заведем. Да, я здесь использую вот не кролики, да, а голуби, ну потому что так уж в англоязычной литературе принято. Вот P от слова pigeon, H от слова hole. Вот у нас будет N плюс 1 голубь и N дырок. Мы хотим сначала сказать, что каждый голубь где-то сидит. То есть для каждого P от 1 до N плюс 1 мы запишем вот такой вот клоуз, что он сидит либо в первой дырке, либо во второй, либо в N. А дальше мы хотим сказать, что в каждой дырке, в аж той дырке сидит не более двух голубей. То есть для двух голубей P и по штрих нельзя, чтобы вот эти обе штуки были равны единице. Окей. Давайте заодно покажу, как, ну вот, как другим вот этим, помните, Paysat пользоваться. И скажу, какие у него есть. Тут на самом деле написан очень простой код, в котором просто, ну, некоторые новые методы вызываются. Давайте скажу, вот среди, ну вот здесь используется некоторый solver. Вообще их там 8 штук. Ну здесь какой-то solver по умолчанию. Вот здесь вот отсюда я подгружаю. Мне сейчас будет удобно написать, что среди каких-то там битиков не более чем один единичка. Это называются так называемые там cardinality constraints. Cardinality это просто, ну как, это слово, это то же самое, что size там. То же самое, что размер. Ну а constraints это ограничение. Дальше вот это вот, то, что я здесь еще подгружаю. Ну, knf это понятная формула, а вот этот id pool, это, это и есть хэш-таблица для, для моих переменных. То есть я сейчас, у меня здесь не будет никакого конвертера, который будет там вот эти x и g, помните, переделывать там в какие-то id-шники. Этим будет заниматься, ну вот специально написанная уже кем-то, кем-то штука. Ну, давайте это все сотру сейчас, чтобы... И посмотрим, значит, я говорю вот 20, 20 голубей будет, 21 точнее. То есть все голуби будут пронумерованы там от 0 до 20, все дырки от 0 до 19. Дальше я создаю pool вот этих переменных, вот она id pool. Дальше я создаю формулу, вот она в knf. И дальше занимаюсь вот чем. Я перебираю каждого голубя. Ну, вот он из этого, из pigeons. И вот вызываю метод formula extent. Это значит, что я в формулу просто положу какие-то, какие-то новые клоузы. А эти клоузы я на самом деле, ну, я мог бы руками написать клоуз, но вот я здесь решил показать вам, как можно пользоваться. Я из вот этого cardinality constraints, который вызываю такой метод, который говорит at least. А метод at least, в него можно передать какие-то литералы, там, ну, l1 и так далее, там, lk. И передать ему такой bound. И он запишет, ну, давайте bound я буквой b обозначу. Он запишет в клоузах вот такое вот условие. l1 плюс lk больше либо равно b. Можно даже в целом не думать, как именно он это сделает. Ну, в моем случае bound равен единице, поэтому на самом деле понятно, что он сделает. Он запишет вот такой вот клоуз. Но в целом, если бы он был бы 2, 3, 4, то это уже не так очевидно, как делать. Ну, и вообще это может быть проблематично. Ну, и вот здесь вот я ему еще передаю, передаю этот мой пул переменных так называемых, потому что вообще-то, когда он записывает вот это ограничение, он может захотеть ввести новые переменные. И ему важно понимать тогда, какие переменные уже использовались. Да, да, потому что если, например, если вы хотите записать вот такое вот... Представьте, что вы хотите записать такое условие в knf. Ну, то есть вот то, что здесь написано, ну, в некотором смысле это просто булева функция некоторая. Вы ее хотите записывать вот от переменных l1 и так далее, lk. Если вы будете делать это наивно, то вам понадобится экспоненциально много клоузов. То, что он здесь делает, вот этот вот товарищ метод atList, он на самом деле может завести новые переменные и переписать это с меньшим количеством клоузов, но зато с дополнительными переменными. Ему в этот момент полезно, чтобы ему вот этот пул передали, чтобы он там запомнил, какие ID-шники уже использованы и какие можно использовать, ну, и записал туда новые. Я на следующей лекции поговорю вообще про то, как вот это можно коротко записать. Это не очень очевидно, то есть мы вам это, может быть, дадим где-то в задачке, чтобы у вас была возможность самим это изобрести. Ну, в общем, ну так, это надо подумать, да. Так, ну и следующее. Мы записываем, что теперь для каждой дырки в ней сидит не более одного голубя. Вот мы перебираем дырки, и теперь я записываю этот мост. Вот, и вот здесь вот вы записываете, ну, тоже пробегаемся по всем голубям. Вот у нас появилось множество литералов. Мы говорим, что их сумма должна быть не больше единицы. Мы передаем туда этот пул переменных. И еще, ну, вот здесь можно в целом задать, как именно вы хотите это переписать. Ну, вот я здесь сказал pairwise. Это означает, что он на самом деле запишет, вот когда все эти переменные, если вот эти литералы это L1 и так далее, LK, но он опять напихает много вот таких вот клоузов. Скажет, что никакие два из них не должны равняться единице. Вот. Все, после этого вы запускаете солвер. Не запускаете, точнее, создаете просто солвер, в котором есть вот эти клоузы, запускаете, и все это благополучно виснет, и не завершится даже за час. Можете попробовать на компьютере, да. То есть вот очень легко обманули, обманули садсолвер. В некотором смысле сложно садсолверу, потому что, как бы, что, что пиджин-холл говорит? Ну, вот этот вот принцип дирекли, он по-английски называется PHP от слов пиджин-холл принципа. Он говорит, что вот вы берете табличку, типа, n плюс 1 на n, например, и говорите, что в каждой строчке хотя бы одна единичка, а в каждом столбце не более одной единички. Ну вот, вы хотите туда нолики и единички расставить. И так не бывает. Ну, потому что, если сложить по всем строчкам и по всем столбцам, но садсолвер не умеет складывать в некотором смысле. Он работает с булевыми штуками. Он мог бы там складывать, заводя себе какие-то новые переменные, но это слишком, слишком тяжело. То есть и много есть таких других комбинаторных принципов, которые, когда вы кодируете, то жизнь садсолвера становится тяжелой. Например, по-моему, что-то такое тоже, что вот помните, если есть там доска у вас 8 на 8, и вы из нее вырезаете 2 диагонально противоположные клетки, то это потом не разбить на доминошке. Ну, такая стандартная задачка кружковская. Вот, если садсолвера попросить это сделать, то ему тоже не справиться будет. И еще какие-то есть, какие-то раскраски графов. Давайте еще покажу, что на самом деле можно было все сильно короче написать вот так вот. То есть в Paysat есть генераторы сложных формул. И вы можете посмотреть, если вам интересно, какие там есть еще. То есть можно было… Все, что я там написал, это я, по сути, переписал руками то, что можно было сделать одним вызовом вот PHP, которому просто сказать, сколько там дырок. У меня тут на единичку разошлось, у меня там голуби… А, нет, все правильно, да-да-да. У меня голубей… Дырок 20 и голубей 21. Что? Да-да-да, ровно то же. Он на самом деле сгенерирует даже ровно ту же формулу, которую я сгенерировал. Можно… С чем можно поиграться здесь, это вот как бы изменять вот этот вот параметр. Там, когда вы записываете AtMost, то там он умеет записывать это восьмью разными способами. То есть вот переписывать вот такое вот неравенство, ну, где не K, пополам, а B. Ну, в общем, здесь есть простор некоторый для творчества. Я чуть-чуть вчера поковырялся с этим. По-моему, что сюда не пиши, на 20 не решается. Но, ну, можете попробовать, да. В целом это… На самом деле это довольно такое даже. Я вот искал какие-то статьи, смотрел про то, как здесь что записывается. Они, ну, вот там встречаются статьи, там, 2020 года. То есть люди прямо сейчас активно изучают еще, как это все переписывать. И… Ну, я, видимо, тоже с этим как-нибудь поковыряюсь. То есть мы скоро тоже какой-то свой solver будем писать. Ну, и давайте два слова еще скажу, что в целом область сложности доказательств, она занимается вот чем. Они пытаются понять, но все-таки мы можем взять, написать такую систему доказательств, которая брала бы формулу и доказывала, что она невыполнима. Ну, хоть как-нибудь. Вот, например, можно было бы такую систему доказательств написать. Представьте, что работать мы теперь будем не с клозами, а с такими с линейными неравенствами. Ну, при этом переменные в них смогут принимать значение 0,1, а коэффициенты будут целочисленные. Ну, вот, например, вот такое вот неравенство. 2х плюс 2у больше либо равно чем 3. Что мы себе в качестве правил вывода разрешим? Ну, например, можно сложить два неравенства. Причем, давайте считать, что даже с произвольными там положительными коэффициентами. А еще можно разделить все коэффициенты неравенства на какой-нибудь их общий делитель и при этом еще и там округлить свободный член после деления. То есть, например, если у вас было 2х плюс 2у больше либо равно чем 3, вы видите, что у этих двоек есть общий коэффициент, вы на него делите, здесь становится 3 вторых, и поскольку x и y это целые числа, вы говорите, ну, значит, я еще и округлю вверх это. То есть вы из этого, вы... Ну, и у вас получится x плюс y больше либо равно 2. Вот у вас получилась такая система доказательств. У вас, вам даны какие-то неравенства, вы их можете складывать, а можете делить на наибольший, ну, на общий просто делитель коэффициентов при переменных и округлять что-нибудь. И дальше, если вы таким способом можете доказать, например, что 0 больше либо равен 1, то вы доказали, что система несовместна. Какое это все имеет отношение к булевым формулам? Ну, очень такое естественное. Если у вас есть клоус вот такой вот, не x или y или z, вы всегда из него можете сделать вот такое неравенство. Вы напишите 1 минус x плюс y плюс 1 минус z больше либо равно 1. У того, вы взяли формулу, для каждого клоуса написали неравенство, и дальше пошли что-то с этими неравенствами делать, складывать и на что-то там делить. Если вы при этом смогли доказать, что 1 меньше либо равно 0, да, в правильную сторону знак, тогда вы доказали, что невыполнимо. Ну вот, если вы себе разрешили такую систему доказательств, то она, ну, как говорится, она строго сильнее резолюционной системы доказательств. Если что-то в резолюции вы смогли коротко доказать, то здесь тоже коротко докажете. Неравенства более сильные, чем клоусы. С другой стороны, для этой системы доказательств тоже известны формулы, которые в ней просто не доказываются. Поэтому люди, которые занимаются сложностью доказательств, они вот чем занимаются. Они все более сложные системы доказательств придумывают, и потом для этих систем доказательств они придумывают формулы, для которых любое доказательство в этой системе доказательств длинное. Не совсем, да. В том-то и дело. Вы правы, да, что чем сильнее система доказательств, тем сложнее в ней искать вообще-то доказательства. И даже когда доказательство короткое есть, не факт, что его можно легко найти. Даже с резолюционными то же самое. Даже вот когда мы доказали, что что-то в резолюциях просто доказывается, это не означает, что это алгоритмически можно все легко искать. Да, это тоже все. Ну вот это такие три главные вопроса. Можно ли коротко доказать? Если да, то можно ли найти? Ну и самый главный вопрос, можно ли для всех невыполнимых... Можно ли написать систему доказательств, которые все невыполнимые формулы легко докажут? Ну это огромные открытые вопросы, на которые ответа мы не знаем, но вот здесь немножко про это сказано, что если вы скажете, что для всех короткие сертификаты есть, то вы докажете, что НП равняется КОНП. Из этого... Можно использовать обычную систему доказательств, которые пользуются верификационные... Это какую? Человеческие доказательства. Человеческие доказательства? Которые можно записать систему как-то, не знаю. Не знаю, я не уверен, что... Не знаю. Не знаю. А что вы про кого говорили? Я не знаю, для чего там она... Для какой логики условно она написана. Я слишком это все поверхностно понимаю. Человек может доказать, что форма она не выполнима, то можно это переписать... Человек тоже не самостоятельно. Человек тоже не самостоятельно. Ну я... Да. Там, на самом деле, ну там надо смотреть вообще, какой условный язык ВАБ разрешен. То есть, если это все усложнять и разрешать там, ну не знаю, там формальной арифметики, например, если вы разрешаете себе квантеры и там сложение и умножение, то все. То уже будут как бы утверждения, которые нельзя будет там не доказать, там не опровергнуть с помощью таких систем вывода. То есть, здесь мы про очень упрощенные говорим. У нас просто есть формула, и мы про каждую из них там знаем, выполнима она или нет, и можем это доказать. Вопрос в длине доказательства. Ну вот... Вот не получается. Ну, на самом деле, то есть, на курсе логики вам должны будут, да, подробнее про это рассказать. Так. Давайте, может быть, успею. То есть, еще один раздел такой, который связан с... Показывает, как SAT, связан с некоторыми другими разделами алгоритмов. И то, что здесь я сейчас опять-таки покасательный, как обычно, затрону, это то, как... Это вот некоторая очень такая современная тоже область исследования. называется fine-grained complexity... Ну, fine-grained reductions иногда. Это что-то, про что, ну, как бы, даже англоязычных учебников еще нет, но, как бы, в научном комьюнити очень так развивается стремительно. Давайте я, может быть, сразу покажу вам вот результат такой вот. Вот знаете вы, наверное, задачу расстояния редактирования. То есть, вам даны две строчки, и вы хотите понять, какое минимальное количество редакторских правок можно в первой из них сделать, чтобы вторую получить. То есть, давайте считать даже для простоты, что у вас есть две строчки длины N. Ну, и редакторские правки — это вставки, замены и удаление символов. На самом деле, можно и другие... Что-что? ...посмотрим, что у меня есть полпы, и написать свой аналог. А, свой аналог. А, ну, понятно. Да, вы хорошо это знаете. То есть, вы знаете, что алгоритмы... Я и не знал, да, к сожалению. Вы знаете, что для этой задачи уже, там, сколько-то, с 60-х годов известны алгоритмы, которые работают за U от N в квадрате. То есть, ну, такое стандартное динамическое программирование. Вы его могли где-то видеть. Если вдруг не видели, то на алгоритмах, ну, вам просто не увернуться будет от этого никак. Вы обязательно будете вынуждены это и узнать, и запрограммировать, скорее всего. В общем, мы знаем, как это решать за U от N в квадрате. И для DIF, на самом деле, это даже вполне себе и хорошо. Потому что, ну, обычно вам сравнивать надо не суперогромные файлы. Но у вот такого нахождения расстояния между строками есть биологические применения. А биологи, они работают со строчками, в которых там миллионы или даже миллиарды символов могут быть. И если N – это миллионы и миллиарды, то N в квадрате становится абсолютно непрактичным. То есть мы U от N в квадрате, ну, это классно, конечно, и алгоритм классический, и все хорошо. Но мы не понимаем, есть алгоритмы быстрее или нет. То есть есть, опять-таки, такие евристические или там статистические алгоритмы, которые более быстрые. Но если с доказуемыми оценками можно ли, например, решить за U от N в степени 1.99, мы не знаем. И мы, ну, что обидно, что мы не понимаем, такого алгоритма просто нет, потому что его нет, или мы придумать не смогли. Так вот, стали появляться вот какие результаты. Что если вы решите эту задачу за N в степени 1.99, ну, и на самом деле даже за любое N в степени 2 минус epsilon, где epsilon больше нуля, тогда вы и SAT решите быстрее, чем 2 венной. То есть в некотором смысле ускорить расстояние редактирования не легче, чем ускорить 2 венной для SATA. Это две задачи, которые, ну, вообще, кажется из разных миров, вообще из параллельных. Ну, вот, оказывается, здесь вот я забыл пояснить, я использую такое O со звездочкой здесь обозначение. Вот O большое в алгоритмах, оно говорит, что там есть скрытая константа какая-то, ну, которая нас не сильно заботит. А O со звездочкой говорит, что там есть скрытый полином внутри от N, например. Поскольку у нас здесь время работы экспоненциально, то там, если где-то болтается полином, это не так важно. Если вы ускорите расстояние редактирования с N в квадрат от до чего-то, ну, вот надо именно, чтобы в экспоненте, то есть не N в квадрате поделить на логарифм, а N в степени 1 и там бесконечное число девяток. Ну, в смысле, конечное число девяток. Тогда, ну, то есть вы абсолютно точно станете знаменитой как алгоритмист. В частности, ну, во-первых, это просто открытая задача расстояния редактирования ускорить, еще и для SATA заодно получите алгоритм. Вот просто воспользовавшись этой теоремой. В целом, ну, вот здесь написано, доказательство теоремы громоздкое, но оно громоздкое, но в целом оно концептуально несложное. Ну, вот я вам сейчас похожий результат давайте просто возьму, докажу, но для другой задачи. Задача не такая известная будет, но зато для нее N в квадрате очевидный алгоритм, и я вам покажу, как именно такие результаты доказываются. Ну, вот давайте рассмотрим задачу об ортогональных векторах. В ней вам даны два множества векторов, ну, то есть каждый вектор это просто вот, просто можно себе так и представлять. Это вот D ноликов или единичек. И таких в множестве A как бы N штук и в множестве B N штук. И вы хотите просто понять, можно ли из A выбрать один вектор и из B выбрать один вектор. Так что их скалярное произведение равно нулю. Ну, понятно, что как бы это решается за D умножить на N в квадрате. Ну, просто вы в смысле пишете вложенный цикл для всех A из A, для всех B из B. Если их скалярное произведение равно нулю, то ответ да. Если все это закончилось, не найдя ответ да, то ответ нет. Окей? В смысле ничего… Ну, вот оказывается, что если вы это сможете ускорить, этот N в квадрате, то вы и задачу выполнимости решите быстрее, чем за 2 венной. Ну, и вот здесь в целом написано, но давайте я, может быть, просто на… Давайте я покажу, как это сделать. Вот предположим, что у вас есть… То есть пусть существует алгоритм… Я напишу так для ортогональных векторов, ну, так по-английски есть такая аббревиатура. Со временем… Со временем… О, от… Какой-то полином от D произвольный… Нет, 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 нет. Придется на доске, видимо, извините. Предположим, что мы умеем решать… Предположим, существует алгоритм, который умеет решать задачу… Задачу об ортогональных векторах. Давайте я время напишу вот так. Вот это… О большое здесь. D в степени О большое от единички. Это значит, ну, некоторый полином от D. То есть, О большое от единицы – это какая-то константа. Это D в какой-то константе, ну, какой-то полином с фиксированной степенью. А здесь умножить на N в степени 2 минус какой-то эпсилон. Ну, и мы имеем в виду, что эпсилон – это константа больше нуля. Я хочу доказать, что я сейчас и SAT смогу решать быстрее полного перебора. Быстрее, чем 2 в N. Ну, давайте. То есть, это мое предположение. Давайте, вот пусть у меня есть формула F. Это формула в knf. В knf с N переменными. Ну, и мне… Давайте считать, что F – это просто вот m клоузов, где клоузы вот так вот записаны. Окей. Давайте считать, что переменные у меня – это x1 и так далее, xn. И давайте я сразу их разобью на две части. Вот такие вот. x1 и так далее, xn пополам. Ну, я здесь пользуюсь, что n делится на 2. Ну, почему бы и нет. И вот такие вот. Просто разбили на две части одинакового размера. Вы в целом понимаете, что я хочу сейчас с формулой, да, сделать? Ну, вообще, какая общая конва должна быть? Вот мне дали формулу. Что я сейчас из нее изготовлю? Что? Ну, вектор. Два множества векторов, да. И чтобы потом воспользоваться вот этим вот алгоритмом. Давайте я теперь… То есть, вот это… Давайте я сейчас скажу, как я множество a построю. Значит, множество a – это будет у меня… Иксы – это просто переменные… Вот эти n переменных моей формулы. Ну, как обычно мы их обозначаем. И мы их пока разбили на две части. И сейчас я хочу построить множество a. Вот такое вот оно. Это будет множество… То есть, это будет множество векторов длины m над 0,1. Причем размера оно будет вот такого вот. 2 в степени n пополам. Из b я то же самое сделаю. Ну, давайте я напишу a. Вот здесь b и a. А здесь размер b равен размеру a. То есть, b и a – это будут такие… Что? m – это число клоузов в моей формуле. А клоузы содержатся… Клоузы из иксов состоят, да, да, да. То есть, b и a будут экспоненциального размера в целом от n. То есть, там будет очень много векторов. Вот аж 2 в степени n пополам. Каждый вектор будет длины m. Ну, вот я хочу… Я хочу построить b и a так, чтобы… Чтобы выполнялось вот такое вот свойство. Что f выполнимо… Давайте я это тоже так напишу, как это часто пишут, на самом деле, в литературе. f принадлежит сад. Ну, или другими словами, f принадлежит языку выполнимых там формул. Тогда и только тогда, когда существует a из a и b из b. Такое, что… Ну, могу даже… Ну, такое, что вот a умножить на b, которая расписывается вот так вот. Это сумма там по i от 1 до m. a и t умножить на b и t равно 0. Давайте поймем, что… Я этого еще… Это утверждение. То есть, мне его еще надо доказывать. Ну, давайте поймем, что этого утверждения достаточно. То есть, предположим, что, действительно, я построил такие множества a и b. Такое, что формула выполнима, если нашлись два ортогональных вектора из a и b. Что я тогда сделаю? Я тогда, чтобы проверить, выполнимо ли f, я множество a и b скормлю моему алгоритму про ортогональные вектора. Окей, и время работы тогда… Ну, давайте я напишу, что из этого следует. Что… Выполнимость f… Я тут, да, подлинненько использовал… Вот, может быть, зря… n у меня разные вещи в двух разных задачах обозначает. Ну, вот так, к сожалению, в литературе, да. Выполнимость f… Тогда можно проверить… Сейчас скажу, за сколько… Можно проверить… За вот какое время. Ну, вот я туда буду подставлять сейчас… Кто… Кто такой у меня d? d – это размерность моих векторов, но это m какой-то. То есть, ну, m окей. Какой-то m и в полиноме… В полиноме… Кто такой у меня n? n – это количество этих самых векторов, да, у меня. Это 2 в степени n пополам в каждом из множеств. И это будет 2 в степени n пополам. И это надо возвести в степень 2 минус epsilon. То есть, это вот умножить на такое. Ну, и это и есть действительно… Ну, если это переписать теперь… Это будет o большое… Там от m в степени… O большой от единицы. А здесь будет 2 в степени… 2 минус epsilon поделитесь на 2. Ну, и все это там в степени n. Ну, и вот это число – это уже меньше двойки. То есть, вместо 2 венны вы будете уже работать, ну, не знаю, какой-то 1,99 венны. И это то, чего никто не умеет делать. То есть, мне осталось вот это доказать. То есть, мне осталось построить два множества векторов. В целом неважно, но можно считать… То есть, можно было бы брать и по модулю 2, но давайте считать, что это над целыми. То есть, если бы была по модулю 2, я бы написал большой XOR такой, чтобы… Раз я пишу сумму, то давайте считать, что действительно мы… Ну, я не сказал, что мы что-то берем по модулю, поэтому, наверное, по умолчанию над целыми. Но, в целом, там у нас все аиты и биты кажутся в сведении, и когда мы получим, можно будет XOR туда написать, хотя я не до конца уверен, да. Да, здесь давайте считать над целыми. Так, ну давайте докажем утверждение. Вот как я хочу… За 5 минут мне это надо сделать. Давайте я множество A построю. Хочу его построить вот так вот. Ну, видите, оно у меня размера будет 2 в степени n пополам. Это, на самом деле, потому что я хочу в… Для каждого… Ну вот, давайте так скажем, альфы из 0,1… Я рассмотрю все возможные значения… Все возможные значения для первой половины переменных. И я для каждого из них, я заведу некоторый такой вектор а альфа… То есть я каждому такому вектору поставлю в соответствие вектор а альфа из… Из 0,1 в степени m. Ну и положу его в… В множество a. А этот вектор… Ну, вектор а альфа будет вот как устроен. Вот он, а с индексом альфа. Вот его координаты. Все. Ну, давайте я на и-той координате вот сфокусируюсь. И я сюда хочу записать вот что. Ну, можно так написать, что это а альфа с индексом i. Я сюда хочу записать 0, если альфа выполняет… …клосс цитой и 1 в противном случае. Давайте посмотрим, что… Что здесь… Ну, чуть-чуть аккуратнее проговорим, что это означает, что альфа выполняет клосс цитой. Цитой — это какой-то клосс, который зависит от всех n там переменных потенциально. Мы взяли первую половину переменных. Мы говорим, что первой половине переменных уже присвоены какие-то битики. Поэтому вот в клоссе цитая все переменные, которые из первой половины, они получили какие-то значения. А все остальные не получили. Когда эти переменные получали значения, этот клосс уже мог выполниться, в принципе. А мог не выполниться. Мог нарушиться даже. То есть он… Вот здесь вот иначе — это значит, что он нарушился или укоротился, скажем так. То есть он все еще не выполнился. Ну, так или иначе. Если 0 — это значит, что все, клосс выполнился. Если 1 — ну, значит, до сих пор непонятно. Ну, вот я хочу сказать, что если вы множество a так вот запишите, то же самое сделаете для множества b. Запишите такие два множества b. То ровно эти a и b удовлетворяют моему условию. Вопрос, почему так происходит. Ну, давайте посмотрим там в одну сторону. Предположим, f… То есть предположим, что f выполнима. Если f выполнима, ну, это значит, что у нее есть некоторый там выполняющий набор. Следовательно, ну, есть какой-то выполняющий набор. Как его можно назвать? Там, я не знаю, вот там c1 и так далее, cn. Это… Ну, можно так написать. Выполняющий набор. Ну, давайте тогда скажем, что там первая половина… Вот вектор, который первая половина этого вектора — это там альфа, обозначим вторая половина бета. То есть давайте я c1 и так далее, cn запишу как просто альфа и бета. Ну, где альфа — это его первая половина, бета — вторая половина. И альфа и бета соответствуют по вектору в множествах а и b. Ну, и дальше я хочу сказать, что каждый клосс, он выполнен в моей формуле либо альфой, либо беттой. Правильно? Раз каждый клосс выполнен либо альфой, либо беттой, Это и означает, что либо в векторе а альфа, либо в векторе b бета на… Либо в векторе… Ну да, b бета, допустим. На этой позиции обязательно будет стоять ноль. А это и будет означать, что произведение… Ну и… В общем, здесь я хочу сказать, что, следовательно, вот… Произведение а альфа на b бета равно нулю. Ну, на самом деле, в обратную сторону все эти рассуждения ровно так же работают. Если у вас есть два вектора, произведение которых равно нулю, это значит, что для каждой позиции, вот здесь, для каждого i либо это равно нулю, либо это равно нулю. Просто из-за физического смысла дальше, что раз в векторе на it позиции либо в а, либо в b стоит ноль, это значит, что соответствующий клосс с it выполнен либо первой половиной переменных, либо второй половиной переменных. Так, чуть-чуть задержал. Так, вы как-то так смотрите на это, может быть, потому что время уже… Скажите, поднимите, пожалуйста, руку, кому все понятно в этом утверждении. Ну, не все все-таки, к сожалению, да. А задайте какой-нибудь, может быть, вопрос, если вы не просто отвалились, а именно я что-то непонятное сказал тут. За какую синтетику мы строим a и b? Ну, за примерно там время пропорционально их размерам. То есть мы для каждого альфа там вот это вот что-то делаем там. То есть… А, вы… Да, это хороший вопрос в том смысле, что по-хорошему надо было сказать, что a и b укладываются вот в эту асимптотику. Ну, укладываются, да, потому что там 2 в степени n пополам будет, а здесь, ну, почти 2 в n. Да, это по-хорошему надо, конечно, пояснять все время. И действительно во всех таких, в более хитрых сведениях надо сказать, что мы быстро что-то сделали, во-первых, а потом, если запустили алгоритм, то это все еще хорошо по времени, да, получилось. Ну, вот, как бы с задачей расстояния редактирования, ну, что-то похожее можно сделать. То есть там сложнее все, и так вот на одной доске не напишешь, но там за одну пару это можно рассказать вполне, и это делается. То есть там последовательность из гаджетов таких. Так, ладно, тогда, да, на этом давайте остановимся. Если что-то вы захотите спросить, то, пожалуйста, подойдите, спросите, я постараюсь еще пояснить как-то.